Автомобильная подушка в различных расцветках, производитель Китай, состав пенополистирол и полиэстер. Сшиты эти подушки из мягкой плюшевой ткани с закругленными углами и резинкой для того, чтобы подушку можно было закрепить на подголовнике. Внутри подушка наполнена не синтепоном, а полистироловыми шариками. Тут такие подушки 299 рублей. Коврики для посуды очень большого размера, 60 на 45 сантиметров, с закругленными краями, производитель Китай, состав полиэстер и поролон. Эти коврики к нам приехали в двух расцветках, голубой и бордовой, сшиты они очень аккуратно. На ковриках нет никакого рисунка и никакой выделки на ткани, но зато благодаря его размеру им можно накрыть целую большую столешницу. Чехол для гладильной доски, размер 140 на 50 сантиметров, производитель Китай, состав хлопок, фетр и полиэстер. Стоимость такого чехла 299 рублей, продается в очень интересных расцветках, качество у чехла хорошее. Этот чехол имеет термостойкое покрытие, которое выдерживает температуру до 180 градусов по Цельсию. По краю чехла пристрочена резинка для оптимального натяжения ткани и фиксации чехла на гладильной доске. Женский топ от Леди Коллекшн, который украшен рисунком в виде двух жирафов. Состав 95% полиэстер, 5% эластан, произведен в Китае, стоит 199 рублей. Отлично будет сочетаться как с брюками, так и с юбкой. Женские плюшевые брюки, очень мягкие и приятные к телу, с эластичной резинкой на поясе. Размеры в продаже с 42 по 48. Брюки стоят 299 рублей, продаются в различных расцветках, производитель Узбекистан. Сшиты брюки довольно качественно, штанины прямые и если подобрать по цвету кофточку, получится уютный теплый домашний комплект. Женская ночная сорочка, производитель Россия, состав 100% хлопок. Сорочка имеет прямой крой, небольшие рукава, кокетка белого цвета. Сшито все довольно аккуратно, но как бы на этикетке и заявлено, что это изделие первого сорта. Хлопок довольно тоненький, в нем не жарко будет спать. Единственное, будет ли держать он форму после стирки, пишите в комментариях. Продается в различных расцветках. Очень красивая пряжа для ручного вязания от Handmade Club. В матке 100 метров, вес 60 грамм. Произведена пряжа в Китае, состав 100% полиэстер. Эта пряжа меланжированная, в ней несколько цветов в одном матке. Смотрится она невероятно красиво, имеет легкую пушистость. Женские шарфы от Lady Collection очень мягкие и приятные в тело. Производитель Китай, состав 100% полиэстер, размер 210 на 60 сантиметров. Стоимость этих шарфов 199 рублей. Они имеют лаконичный дизайн, классическую фактуру, что делает эти шарфы практически универсальными. Цветовая палитра включает в себя как базовые, так и яркие оттенки для различных образов. Впереди весна, еще будет прохладная погода, советую вам присмотреться к этим шарфикам. Новая пряжа для ручного вязания от Handmade Club. В матке 210 метров, вес 90 грамм. Произведена пряжа в Китае, состав 100% полиэстер. Пряжа это меланж. Мы видим в одном матке три цвета. В нашем магазине два варианта расцветки этой пряжи. Бежевый, коричневый, сиреневый и голубой, синий и белый. Полотенце велюровое, гладко окрашенное, размером 50 на 100 сантиметров. Это 100% хлопок. Произведено полотенце в Узбекистане. Стоит оно 299 рублей. Продается в нескольких расцветках. Все они очень симпатично смотрятся. С одной стороны есть отделочная вот такая кайма с атласной нитью. Само полотенце, все покрыто рисунком. Растительный орнамент в виде листьев смотрится просто очаровательно. И эти листья, они как раз и сделаны из того самого велюра, который заявлен в названии полотенца. Очень красивая пряжа. В матке 100 грамм. Это 250 метров. Произведена эта пряжа в Китае, состав 100% полиэстер. В пряже есть металлизированная нить различных цветов. И смотрится это просто изумительно. Ценник на эту пряжу еще не повесили. Это новый товар. Он только что из коробки. Но я думаю, что она будет стоить не меньше 150 рублей. Женские носки первого сорта. Состав 80% хлопок. 18% полиэстер. 2% эластан. Произведены носки в России. Стоит 99 рублей. Это махровые носочки укороченной модели. Пенал на молнии. Производство Китай. Состав полиэстер, спандекс, нейлон, цинковый сплав, стальная проволока. Стоит такой пенал 149 рублей. Выполнен в различных расцветках. Внутри имеется небольшой сетчатый кармашек, в который можно положить ластик и точилку. Пенал очень удобно раскрывается, сохраняя форму некой коробочки, в которой и лежат, собственно, ваши письменные принадлежности. Обращаю ваше внимание, что пошив некоторых пеналов оставляет желать лучшего. Органайзер для хранения из серии Home Sweet Home. Размер 30 на 30 на 30 сантиметров. Объем 24 литра. Производитель Петербург, Россия. Материал 100% полиэстер. Эти органайзеры все выполнены в сером цвете с надписью Home Sweet Home. Надписи на всех органайзерах одинаковые. Выполнены они в виде квадратной корзины с ручками для удобства использования. Они отлично держат форму и помогут вам в организации хранения. Женские топы в размере 44. Производитель Китай. Состав 94% хлопок, 6% волостам. Стоят такие топы 199 рублей. Отделка кружевом. И из этого же кружева сделана бретелька. Выполнены топы из трикотажа лапша. Довольно аккуратно все отстрочено. Продаются в нескольких расцветках. Все расцветки пудровые. Очень красиво смотрятся. Бательные полотенца набивные. Размер 35 на 60 сантиметров. Произведены они в России. Это 100% хлопок. Стоимость 55 рублей. Продаются в различных ярких расцветках. Есть очень интересная кухонная тематика с овощами. Красивые принты с кофе и с фруктами. Набор ковриков для ванной. В который входит коврик размером 60 на 40 сантиметров. И коврик 45 на 40 сантиметров. Коврики невероятно пушистые, мягкие. Произведены они в Китае. Состав полиэстер, поролон, нетканный материал и ПВХ. Стоимость набора 299 рублей. Продается в различных расцветках. Коврики имеют антискользящее покрытие с обратной стороны. Коврик для глажения от Home Time. Размер 48 на 58 сантиметров. Производитель Китай. Состав хлопок, полипропиленовое волокно и полиэстер. Этот коврик с термостойким покрытием выдерживает температуру до 180 градусов по Цельсию. А хлопковая сторона имеет защиту нежных тканей от термического воздействия. Выполнен коврик очень аккуратно, стеганый, обработан косой бейкой. Ну а серебристый цвет, как всегда, придает футуристичности. Термоотражающий чехол для гладильной доски размером 40 на 120 сантиметров. Способ фиксации чехла – затяжной шнур. Стоимость такого чехла 299 рублей. Произведен он в России. Сделан из двухслойного материала, ткани с термостойким покрытием и мягкой поролоновой подкладки. Эффект двухстороннего глажения – это отраженное тепло. Тряпки для уборки размером 30 на 30 сантиметров. В наборе две тряпочки и одна прихватка. Производитель Китай, состав полиэстер. Прихватка в наборе очень тонкая, поэтому не знаю, много ли от нее пользы. Тряпочка одна с клубничкой, такая же, как прихватка, а вторая – зеленая. Все расцветки в продаже одинаковые. Сумка шопера 100% хлопка, производитель Китай, стоимость 249 рублей. Продается в двух расцветках, белая и черная, с различными украшающими надписями. Сумка имеет очень длинные ручки, их высота 60 сантиметров. Размеры самой сумки 29 на 40 и на 8 сантиметров. Это современный аксессуар на каждый день, отлично подойдет для шопинга, прогулок и небольших поездок. Очень интересной формы косметичка произведена она в Китае. Состав материала верха 100% полиэстер, подкладка 100% полиэстер. Дополнительно использованный нейлон, смола и цинковый сплав. И я бы еще сказала картон. При расстегивании косметичка превращается вот в такую удобную коробочку с перегородкой посередине. Удобно использовать в поездках. Из нее ничего не нужно будет доставать. Расстегнули, разложили и пользуйтесь. Расцветки все современные. Шапка женская, произведена в Карачаево-Черкесии. Стоит такая шапка 199 рублей, состав 100% акрил. Продается в различных расцветках, украшена искусственными цветами. Пряжей, из которой связана шапка, присутствует металлизированная нить голографика. Пледы из полиэстера размером 150, внимание на 130 сантиметров. Таких больших пледов еще не было в фикс прайс. Стоят они 299 рублей. Они реально очень пушистые, продаются в различных расцветках. Кстати, есть пледы с выработкой. И толщина у всех пледов разная. Какие-то чуть более пушистые, какие-то чуть менее.